МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школьниц искали 200 человек. Большое спасибо городу Нижнекамску за то, что среагировали и вышли. Почему подростки уходят из дома? Забил до смерти. Височная область. В Метео там была прям такая сильная. В Нижнекамске сводят рецидивистов. Бросили в снегу. Судьба у них печальная. Активисты спасли щенятые, теперь ищут им новый дом. 500 рублей на нужды села. Дороги там жители сами собирали деньги, сами делали. Как работает программа самообложения. Полет в детство. Ощущение, как будто где-то у бабушки в деревне. На премьере спектакля в драмтеатре был аншлаг. Об этом и не только в этом выпуске. В прямом эфире Нижнекамские новости. В студии Анна Москашаев. Здравствуйте. Пропавшие накануне девочки найдены живыми и невредимыми. Сообщение о том, что в городе потерялись дети, появилось и вечером. Сразу же были организованы поиски. Желающих помочь оказалось много. Подробности у Светланы Шумковой. Виталий вспоминает события минувшего вечера. Едва был брошен клич о сборе на поиск. Желающие сразу же откликнулись. Кто во сколько смог, подъехал. Народа очень много было. Точно не могу сказать. В районе 200, даже больше было. Большое спасибо городу Нижнекамску за то, что среагировали и вышли. Отдельно хотелось еще поблагодарить братьев-мусульмане. Девочки нашли здоровыми, живыми. 12-летние школьницы ушли на прогулку накануне в районе 16 часов. Когда стемнело, родные забили тревогу. Поиски девочек длились более двух часов. Девочек обнаружили в районе 12 часов ночи в арке дома Шинников-1. Здесь они стояли и спокойно общались между собой. Вероятно, девочки увлеклись прогулкой, не смотрели на часы или забыли позвонить родным. Об этом история умалчивает. Главное, школьницы живы и здоровы. Однако нередки случаи, когда дети специально уходят из дома, чтобы привлечь к себе внимание. Часто так случается, если в семье нет доверительных отношений с родителями. А вот если я пропаду, что произойдет? Проверка родителей шла. Любят они меня, не любят. Сколыхнется что-то или нет. И сейчас тоже это происходит. Гормональная перестройка. И поэтому тоже хочется адреналина. В последнее время в социальных сетях развелось множество групп, где кураторы дают подросткам задания. Одни из таких – пробежать перед едущей машиной, прислать обнаженные фото или пропасть на сутки. Детям такая игра кажется интересной. Психологи считают, что втягиваясь в нее ребенок хочет самоутвердиться или испытать себя на прочность. Все это подростки держат в секрете от родителей. В этом возрасте завоевывать авторитет, если его не было, это практически нереально. Но все-таки очень важно определить правила в семье и объяснить, ты мне очень важен, ты мне очень нужен, я переживаю за твою жизнь. Задача родителя – не просто контролировать социальные сети ребенка, но делать это мягко, не травмируя его. Главное – чаще разговаривать с подростком и объяснять ему, что он вам не безразличен. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Умер в больнице от множественных телесных повреждений. Судебный процесс по этому уголовному делу сейчас проходит в Нижнекамске на скамье подсудимых рецидивист. По версии следствия, именно он кулаками нанес смертельные удары. Александр Халин расскажет подробно. Сегодняшний судебный процесс прошел за закрытыми дверями на скамье подсудимых мужчина, который в июне прошлого года нанес потерпевшему не менее 11 ударов кулаками по телу и голове. В результате чего пострадавший чуть позже скончался в больнице. Мы так предполагаем, что у него был кастет. Первый удар. Височная область. Вмятина там была прям такая сильная. Я это смотрела. С большим трудом, сдерживая слезы, мама погибшего 34-летнего мужчины вспоминает те тяжелые для нее дни. По ее версии драка произошла в ходе словесного конфликта. Уверена, били ее сына двое парней, но на скамье подсудимых только один. Я считаю, что он подстрекатель, он соучастник. Почему он не оказал помощь, если он такой свидетель? Почему он не вызвал скорую? А вот и он тот самый третий, по версии мамы, участник драки. По ее словам, вся каша завалилась после того, как у погибшего пропали телефон и карта. В краже он обвинил этого парня. Тот, видимо, решил устранить проблему при помощи друга. Вот мама говорит, что вы вроде как драку спровоцировали. Правда, нет? Сегодня в ходе судебного процесса были допрошены 9 свидетелей. Пока ставить точку в этом уголовном деле очень рано. Александр Халин, Булат Абдульманов, Новости НТР. Новая детская забава. На этот раз нижнекамские подростки облюбовали так называемые машины-подснежники. Ломают и крушат автомобили, оставшиеся без присмотра. Несколько эпизодов вандализма попали на камеры уличного видеонаблюдения. Происходит все на улице Гайнулина, на пустыре. Там дети вскрыли старенькой «Жигули», но на этом не остановились. Достали баллончик с краской и разукрасили кузов. Подобное видео было снято и в другом из дворов нового микрорайона. На этот раз в поле зрения подростков попала АК. Ее не только вскрыли, но и нанесли несколько ударов ногой. Между тем, за порчу имущество законом предусмотрено административное наказание. Если у вас есть новость, важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntrdfiz24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Прививки от коронавируса уже сделали 2,5 тысячи нижниканцев и жителей района. Вакцина в городе есть в достаточном количестве. Записаться можно по номеру 122 и позвонив в справочную 1 и 2 поликлиник. Телефоны указаны на экране. Также доступна запись через федеральные и республиканские порталы госуслуг и в офисе МФЦ. По состоянию на 16 февраля в Нижниканском районе зарегистрировано 617 случаев заражения коронавирусом. 485 человек уже переболели. В ковид-госпитале лечится 107 пациентов. Развой платеж на нужды деревни. Речь идет о самообложении. Решение о его размере деревенские жители принимают все вместе. Правда, консессуса достичь удается не всегда. Жительница деревни Байданкина обратилась в нашу редакцию с просьбой разобраться, почему ей выставили счет в 500 рублей. Анастасия Шакирова разбиралась в вопросе. Вот меня возмутило, что они пишут, в случае неуплаты они подают на нас в суд. Зоя Рахмановна возмущена. Пришли квитанции на самообложение. Мало того, что в них грозятся судом за неуплату, еще и суммы больше, чем в прошлом году. 500 рублей с человека. Говорит, не обидно бы было, если что-то делалось. Платить впустую деньги не хочется. Дороги там жители сами собирали, деньги сами делали. Дороги в Байданкино в прошлом году и правда ремонтировали. И действительно на деньги людей. По программе самообложения. Говорит глава Каинлинского сельского поселения. В этом году работы будут продолжены. Такое решение было принято в октябре на сходе граждан, где присутствовала большая часть населения деревни. Сумму в 500 рублей, добавляет чиновник, сельчане предложили сами. Самообложение граждан, статья 56, является, если он утвержден и принят решением схода или же референдума, он должен быть уплачен всеми жителями, вернее прописанными жителями населенного пункта. И является обязательным для исполнения. То есть он решением схода. То есть вы действительно можете в судебном порядке взаискать? Пока практики не было, но по рекомендации такие есть. Глава поселения пообещал еще раз встретиться с людьми, которых не было на сходе. Объяснить всю нужность программы самообложения. Это уникальная программа. Она позволяет нам совместно с жителями делать те задачи, которые необходимы для села. Каждому рублю республика дает дотацию 4 рубля еще раз. Зоя Рахмановна, в свою очередь, в нужности программы не сомневается. Удивляет ее другое. Почему о сходе граждан, где было принято важное для деревни решение, она слышит впервые. Хотя по закону, если большая часть деревни проголосовали за, платить должны все. Анастасия Жакирова, Факри Исламов, Новости НТР. Разбросали животных по деревне. В Большом Афанасово волонтеры спасли семерых щенят. Все они лежали в разных местах и прямо в снегу. Волонтеры ищут малышам новый дом. Родились щенки. И щенки стали им нужны. Большая трагедия маленьких животных. Хозяин решил избавиться от своих питомцев. Проехав по всему селу Большое Афанасово, он раскидал щенят по сугробам и благополучно скрылся. Троих щенков мы нашли в сугробе. То есть поступило сообщение, что выкинули. Еще двоих нашел мужчина в другой части Афанасова в сугробе. В общем, судьба у них печальная. Благодаря местным активистам щенят привезли в приют «Дорога домой». Их осмотрели, накормили и сейчас ждут любящую семью, которая сможет забрать их к себе. Щенки находятся сейчас в кабинете «Привет». Мы им ищем ручки. Два мальчика и остальные все девочки. Девочки будут по возрасту стерилизованы. То есть щенки у нас отдаются только стерилизованные. Желающие приютить щенят могут связаться с активистами по телефону, который указан на экране. Александр Халин, Ильхам Шейхуддинов, Евгений Лызаев. Новости НТР. Произвести уплату налогов физических лиц стало значительно проще через личный кабинет и единоплатежом. С его помощью можно уплатить налог на имущество физических лиц, земельный, транспортный, а также налоги на доходы физических лиц. Он является аналогом электронного кошелька и куда можно добровольно перечислить деньги для уплаты налогов физических лиц. Единый налоговый платеж сокращает время оформления, минимизирует ошибки при заполнении реквизитов, а также позволяет не беспокоиться о сроках уплаты налогов. Электронный кошелек можно пополнить через сервис личный кабинет и уплату налогов в пошлину. Тем самым оплатите все налоги одной суммой. Смотрите наши новости в социальных сетях в группе НТР ВКонтакте в 19.00 начинается прямая трансляция. Попасть на одну из наших страничек можно через QR-код, который сейчас виден на ваших экранах. И еще больше новостей на сайте ntr-24.ru. Там можно смотреть наш канал круглосуточно. Путешествие во времени. Спектакль, который способен перенести в теплое, беззаботное детство. В Татарском драматическом театре Нижнекамска состоялась первая премьера этого года. Постановка по повести башкирского писателя Мустай Карима «Долгое-долгое детство». На представление побывала наша съемочная группа. Абстракция, символы и знаки. Постановка режиссера Рустама Галиева удивляет новаторскими решениями. Хотя сюжет повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство» прост. Все происходит в деревне, где живут обычные люди, которые не перестали верить в чудеса. История строится вокруг детей, которым довелось расти в военное время. Юрий Павлов – исполнитель главной роли, самого писателя Мустай Карима. «Долгое-долгое детство» – это автобиографическое произведение, и рассказано оно так, что каждый может представить себя его героем. Ну, так красиво все описано, как поэт, поэтические решения тут много. Ну, у всех же людей особенно для себя своя жизнь. И вот Мустай Карим так красиво описал свою жизнь. Идея постановки через простые символы – показать глубину человеческой души. Зрители, затаив дыхание, следили за каждой сценой, находя себя маленького на сцене. Не обходилось и без слез. Это невозможно передать словами, но ощущение, как будто где-то у бабушки, в деревне, где недалеко лес, птицы поют. И вот такое безоблачное, беззаботное детство. Полуторачасовую постановку показывали три дня. На каждом представлении собирался аншлаг с учетом санитарных требований. Сейчас труппа Татарского драматического театра готовится к новой премьере. Знакомство с традициями. В библиотеке имени Кулгали прошел мастер-класс по пошиву национального татарского головного убора. Мероприятие состоялось в рамках нацпроекта по сохранению культурного наследия. Организаторы изучили историю. Затем мастерицы выкроили изделия и приступили к процессу изготовления. В планах научить всех желающих шить национальное татарское ожерелье и конзул. Мне тоже захотелось попробовать себя. Пришла для того, чтобы обучиться с тем, чтобы потом можно было сделать своим близким, родным такие подарки. Занятие совершенно бесплатное. Может прийти каждый желающий. Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 с помощью сайта ntrdfiz24.ru или через мессенджер WhatsApp по номеру 8 917 93 73 077. Оставайтесь на канале сразу после рекламы новости спорта. Со скоростью «Ягуара». Анна Ватропина завоевала награду на чемпионате России по легкой атлетике. Минимальная победа. Футболисты-нефтехимика обыграли грузинский клуб «Шукура». Упорное противостояние. Реактор провел матчи в Магнитогорске. Об этом сразу после рекламы. Товарищ, не переплачивай. В строительном буме цены ниже. Проверь. Керамогранит 325 рублей. Строительный бум. Низкие цены всегда. Нижнекамск. Улица Лесная, 16А. Надежные и выгодные сбережения под 8,5% годовых в КПК «Народные сбережения». Звоните 244-755. Выгодно это когда бесплатно. Как в автосервисе «Драйв». До конца месяца удаление катализатора, установка пламя-гасителя, чип-тюнинг совершенно бесплатно. Автосервис «Драйв». Наш адрес. Строителей 41А за торговым центром «Меркурий». Телефон 8-919-639-67-97. Современные модели слуховых аппаратов в радуге звуков. Миниатюрные и комфортные. Расстрочка без переплат. Телефон в Нижнекамске 32-33-53. Уникальная акция. Только в клинике «Комфорт». По адресу Шинников 54. Установка имплантата премиум класса «Астротеч» всего за 21 тысячу рублей. Акция действует до конца февраля. Телефон 393-393. Требуется консультация специалиста. Жаркие предложения о ПТФ «Оптика». При покупке антикомпьютерных линз. Вторая пара линз в подарок. Скидка 35% на фотохромные линзы. Скидка 30% на солнцезащитные очки прошлого сезона. Вызово 20А. Мира 52А. Телефон 45-45-36. Акция действует до 30-04. Требуется консультация специалиста. «Потолкуем». Заказывай потолок у нас. «Потолкуем НК». Быстро, качественно, со вкусом. И главное – недорого. «Потолкуем НК». Пенсионерам скидки. Всем заказчикам подарки. Идеальный потолок сохранит ваш кошелек. «Потолкуем НК». Федеральная сеть «Е-сервис». Удаление катализатора, установка пламя-гасителя, чип-тюнинг авто. Бесплатно. Доплатим за катализатор до 3000 рублей. 8-917-924-22-22. В московском манеже ЦСКА прошел чемпионат России по легкой атлетике. В барьерном спринте на 60 метров за призы боролась нижнекамская спортсменка Анна Ватропина. Конкуренцию ей составили 30 сильнейших барьеристок страны. И все предварительные этапы Анна прошла без особых проблем. В финале ее главными соперниками стали действующая чемпионка России Анастасия Николаева и победительница турнира «Русская зима-2021» Ксения Лобыгина. Нижнекамка бежала по шестой дорожке и показала хорошую скорость. В чрезвычайно острой борьбе на финишном отрезке Ватропина смогла завоевать серебро. Ее результат составил 8,3 секунды. Подготовку к сезону продолжают футболисты «Нефтехимикам». Накануне вечером наша команда провела очередной контрольный матч. Соперниками в этот день стали футболисты грузинского клуба «Шукура». В целом игра прошла в равной борьбе. Взятие ворот произошло лишь однажды. К большой радости для нижнекамских поклонников этот гол был в исполнении игрока «Нефтехимика». Точный удар из-за пределов штрафной удался полузащитнику Данилу Кленкину. В следующий матч «Нефтехимик» проведет 18 февраля с «Казанкой», а уже на следующий день с командой «Атырау» из Казахстана. Хоккеисты «Реактора» провели очередные матчи регулярного чемпионата «МХЛ». Две игры наша команда провела в Магнитогорске против «Стальных лис». И обе встречи закончились неудачно. Правда, хозяевам пришлось приложить максимум усилий для того, чтобы завоевать очки. В первом матче равный счет 2-2 держался до середины второго периода. Но затем сказался класс игроков «Стальных лис». Три безответные шайбы и итоговый счет 5-2. Второй матч и снова равная игра на протяжении 40 минут. Исход снова решил решающий отрезок. Лисы смогли дожать наших парней и одержать уверенную победу 5-3. Следующие две игры команда старшего тренера Вячеслава Касаткина проведет 18 и 19 февраля в Челябинске, где сыграет с белыми медведями. На этом все. Далее смотрите прогноз погоды. До свидания. В среду 17 февраля в Нижнекамске пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха днем минус 21 градус. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Четверг синоптики обещают ясную погоду. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.